Испытания будут удалены, возвращение Краймнета и долгожданный оффлайн режим. Всем привет, меня зовут Краби Гангстер и сегодня мы разберем новый блок разработчиков Payday 3 под названием Операция Медик Бэк. Поехали! Спустя 6 месяцев после релиза и более 2 месяцев без обновлений, разработчики выпустили новую дорожную карту. В одном из шортсов я уже рассказывал, что разработчики собрали отдельную ударную команду, которая должна будет сделать Payday 3 намного лучше и исправить все недочеты. И вот этот день настал. День блога разумеется, не обновление. Ударная команда выложила целый пост с грядущими изменениями и от их масштаба у меня буквально отвалилась челюсть. Давайте с вами их разберем. Игроки еще до релиза игры просили разработчиков добавить оффлайн режим. Оно и понятно. Постоянная привязка к интернету не только делает игру неиграбельной во время профилактики серверов, но еще и значительно ухудшает игровой опыт тех людей, которые живут в регионе с плохим интернетом. Представьте себе, вы живете в жопе мира, у вас слабый интернет и вы не можете нормально поиграть в Payday 3 даже в соло, в своем личном лобби. Ситуация понос с мочой, поэтому это и стало приоритетом для ударной команды. Во-первых, они разрабатывают отдельный одиночный режим, в который игроки смогут попасть, не проходя через матчмейкинг. Это будет локальная игра на вашем компьютере, что избавит от необходимости подключаться к их серверам. Происходить внедрение оффлайна будет в два этапа. Первый этап все еще будет требовать подключения к их внутренним системам для прогрессии. Второй же этап будет направлен на улучшение реализации одиночного режима и позволит вам играть в игру, не требуя постоянного подключения к интернету. Вам нужно будет периодически подключаться к их внутренней системе, чтобы загружать свои достижения, но в остальном вы можете играть в автономном режиме. Не совсем понятно, что значит иногда подключаться к их внутренней системе. Оффлайн режим на то и оффлайн, чтобы полностью избегать подключения к интернету. Что если у меня наебнулся интернет? Ну, случилось такое. Или что-то случится с их серверами. Я смогу играть в игру или нет? Непонятно, зачем нам нужен оффлайн, который все равно требует подключения к каким-то там серверам. Ну ладно, поживем, увидим. Матчмейкинг в Payday 3 это самая худшая часть Payday 3. Вместо удобного списка серверов или гибкого настройки Краймнета, мы получили полосу из всех ограблений в игре, где вы можете выбрать хайст, сложность и начать поиск лобби. Если лобби по какой-то причине не найдется, интересно блять по какой, вы просидите в меню какое-то время, после чего попадете в пустое лобби, уже к которому могут подключиться другие игроки. Но скорее всего не подключатся. Система сосет по всем фронтам. Вас крайне редко кидает к другим игрокам. А из-за невозможности посмотреть уже открытые другими игроками лобби, шанс найти игроков на конкретном ограблении, на конкретной сложности в конкретное время, становится до смешного маленьким. Также из-за отсутствия списка серверов, вы не можете подключиться к платным ограблениям, если у вас нет друзей, которые могли бы вас пригласить в лобби. То есть опробовать платные хайсты перед покупкой у вас не выйдет. Ситуация полнейший пиздец. Это буквально одна из основных причин, почему в Payday 3 играет так мало игроков. Потому что тяжело попасть в публичное лобби. На этот год у команды запланирован ряд социальных и кооперативных функций, а также перестройка функционала матчмейкинга в более надежную систему. Формулировки размыты и ничего нам по сути не говорят. Пока эти функции не реализованы, текущий матчмейкинг будет поддерживаться функцией быстрой игры. Как говорила Элизабет на одном из стримов, вы нажимаете на кнопку и вас кидает в рандомное лобби на конкретные сложности. Позже в этом году они планируют вернуть браузер серверов в стиле Crime.net. То есть да, Crime.net наконец-то официально анонсирован. И слава богу, им понадобилось полгода, чтобы додуматься. То, что нажимать кнопку поиск игры и надеяться, что вас куда-нибудь закинет, это плохая система. Изучив отзывы игроков, команда приняла решение отказаться от текущей прогрессии. Которая пускай и давала игрокам опыт за прохождение хайстов. Но все равно по большей мере основывалось на выполнении испытаний. Чтоб вы понимали, существует даже фанатский сайт и сторонние приложения, которые позволяли отслеживать невыполненные испытания. Теперь понимаете, насколько это громадный пиздец? Даже сейчас, чтобы получить хоть какой-никакой внушительный опыт, нужно собирать весь лут на карте. Иначе вы получите буквально маленький огрызок от полноценной награды. В общем, нужно было что-то делать. Разработчики долго защищали эту механику, прикрываясь тем, что так игроки взаимодействуют с наибольшим количеством контента. Но в итоге их защита дала трещину и пала как карточный домик. Испытания будут удалены. И они переключат прогрессию на завершение ограблений. Как это было в Payday 2. Они также пересмотрят все значения опыта за ограбление. Добавят масштабирование опыта за унесенный лут. А также новый бонус, поощряющий громкие стили игры. Существующая система испытаний будет переделана. И впоследствии будут выдавать косметику за хардкорные достижения. И это огромный шаг в правильном направлении. Payday 3 слишком сильно заставлял игрока гриндить один и тот же контент. Причем даже тот, который мог быть игроку не по нраву. Сейчас до разработчиков наконец дошло. Что их видение прогрессии хуйня ебаная. И что будет лучше взять и так хорошо отточенную систему. И сделать ее еще лучше. У команды есть список целей. Которые они хотели бы завершить к концу лета 24 года. Это быстрая игра. Переименование ладаута. Регулярный выход контента. Улучшение контроллера. Голосование за кик. Сменяющиеся модификаторы в стелсе. Кнопка не готов блять. Нихуя себе спустя полгода ожидания. Функция сыграть снова. Что бы это ни значило. Объединение игроков в групповой матч после игры. Ежедневные мероприятия с наградами. Торговец масками с еженедельно меняющимся инвентарем. И улучшение колеса общения. Половина этих целей было в Payday 2. Вау. Поздравляю. Starbreeze просто охуенные разработчики. Ну а если серьезно. То я рад что они наконец-то добавляют базовый функционал. Который люди просили еще со времен закрытой беты. Которая была. Хочу напомнить. За полтора месяца до выхода Payday 3. Люди еще тогда говорили. О всем этом. Ну почти о всем. О кнопке не готов так уж точно. Но нет. Мы добавляем это только спустя 6 месяцев после релиза. Ну как добавляем. Анонсируем что добавим. Еще ничего не добавлено. Это все должно выйти до конца лета 24 года. А потом мы удивляемся почему в Payday 3 такой маленький онлайн. По сути самое важное я вам уже рассказал. Однако в посте осталось еще немного интересной информации. В течение 24 года будет переработан и улучшен интерфейс. На самом деле это не самая важная проблема. Но в любом случае ощутимая. Интерфейс Payday 3 выполняет самые базовые функции. Купить оружие. Сменить билд. Выбрать ограбление. И купить крипту. По сути все. Не говоря уже о том что он в разы неудобнее интерфейса из Payday 2. Надеюсь они сделают из него что-нибудь стоящее. На 2024 год запланировано 3 платных дополнения. А в этот же период они добавят еще одно бесплатное ограбление. Также несколько линий навыков. Косметика. Награды. И бесплатное оружие LMG. Команда также получила отколик касаемо завышенных цен на дополнение. И уже ведет переговоры о пересмотре цен на грядущие DLC. Непонятно правда что они будут делать с людьми которые купили серебряное и золотое издание. Но там мы уже посмотрим. Магазин с косметикой за реальные деньги перенесен на 2025 год. Когда все основные проблемы игры будут решены. И это полнейшая срань. Контентов Payday 3 даже спустя полгода после релиза чертовски мало. Оно и понятно. В игре мало контента изначально. И за полгода вышло всего два обновления с новым контентом. И одно из них за реальные деньги. Однако косметика которую они планируют продавать за реальные деньги. Уже сделана. Она уже есть в игре. Читеры спокойно с ней бегают. Не кажется ли вам что спустя 6 месяцев после релиза. Когда большая часть игроков ушла из игры. Было бы славно выдать всем эту косметику бесплатно. Я считаю что магазина за реальные деньги в Payday быть не должно. Зачем человеку покупать маску за 10 долларов. Когда за эту же цену он может купить Taylor Pack. Где будет 4 маски, 4 пары перчаток и 4 костюма блять. Переход игры на Unreal Engine 5 отложен на неопределенный срок. И слава богу. Почините игру, потом уже меняйте движок. Ну а с вами был я, Краби Гангстер. Поделитесь своим мнением касаемо Operation Magic Bag в комментариях.